Уважаемые зрители-мужчины, скажите, пожалуйста, не стали ли вы в последнее время как-то пренебрежительнее относиться к собственной внешности, скажем так, более наплевательски? А вы, дорогие зрительницы, не обратили внимание, что в последние месяцы стали болтать больше обычного? Если ответ утвердительный, и у вас есть домашние животные, или вы тесно контактировали с чужим зверьком, то, скорее всего, у вас таксоплазмоз. Но не пугайтесь, почти треть людей во всем мире это бессимптомный носитель бактерий таксоплазма Гонди, которая, собственно, и вызывает этот недуг. Но недавно ученые Оксфордского университета смогли таки отыскать симптомы заболевания, только не физиологические, а психологические. То самое пренебрежение в одежде у мужчин и излишняя болтливость у женщин. Ну и что, спросите вы? Что тут такого страшного? Да ничего. Но только вдумайтесь, если один вид бактерий так меняет наше поведение, то как же его поменяют, или, правильно сказать, сформируют тысячи бактерий, живущих в нашем кишечнике? Вот сейчас и узнаем. Ведь сегодня наука против микробов в кишечнике! О том, как живет микромир внутри нашего кишечника и оттуда управляет нами, расскажет терапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, президент научного общества гастроэнтерологов России Леонид Борисович Лазебник. Леонид Борисович, здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы – это микрофолы кишечника. А что это такое? Я когда готовился, я прочитал, что некоторые специалисты говорят, что это отдельный, она такая значимая, как отдельный орган. Что же это такое и действительно ли она такая значимая? Ну, условно, это можно назвать органом, потому что мы ее можем осязать и увидеть, мы ее можем, так сказать, виделить. В принципе, если говорить о терминах, мы будем говорить о терминах микробиотов. Если говорить правильно, это скорее микрофауна. То есть это не животные, а растения? Ну, нет. Ой, наоборот, не растения, а животные. Да-да-да, это то, что определяет нас с вами, вообще любой живой организм, и неживой в том числе, это микроорганизмы, которые появились в доисторические времена, которых нам невозможно даже себе представить. И они представляют из себя как раз микроорганизмы, которые определяют вообще существование всего мира, в том числе и человека, и других биовидов. Потому что их сосуществование микроорганизмов определяет вообще всю жизнедеятельность, и вообще весь обмен веществ, и вообще все, что происходит в мире, основой являются микроорганизмы. Они разнообразны, значит, это и бактерии, и там и грибы, и вирусы, о которых мы знаем совсем немного. А вирусы — это фактически биомолекулы, так? Это и простейшие. Это вот это все микромир, который и определяет всю жизнь на Земле и в пространстве, и в космосе. Потому что микроорганизмы, они и в космосе тоже живут, они и в вулканической активности, они тоже существуют. Они живут в камнях, и в камнях тоже. Но вообще, мне кажется, это суть жизни, наверное. Можно определить хотя бы примерный состав этой сути жизни у нас внутри? Сколько, каких видов? Сотни тысяч, миллиарды их, триллионы? — Значит, не будем говорить обо всем вообще глобальном пространстве, о космосе. Давайте сосредоточимся на чем-то конкретном, на теле человека. Вот это более понятно всем. — Конечно, конечно. У нас внутри, у нас. — И снаружи тоже. Не только внутри, и снаружи тоже. Не будем так вот ограничивать себя. Значит, примерно... Ну, ученые тоже спорят. Значит, и чем дальше процесс познания, тем количественный состав все больше либо увеличивается, либо уменьшается. Значит, сначала говорили о полутора килограммах, примерно то, что живет в нашей кишке. Потом я увидел цифры 3 килограмма. Потом, значит, совсем недавно, с год назад, 0,7 килограмма примерно. Так, но давайте все-таки говорить о чем-то более. Ну, около 2 килограммов микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике вообще. Плюс еще примерно грамм 300-400 на коже. Так? Некоторое количество полости рта в легких, в урогенитальном тракте. Так что это везде. Это система, это вот все. Причем, значит, по количеству. Разные совершенно источники определяют количество. Ну, скажем, если раньше я в своих лекциях говорил, что примерно 4 тысячи видов различных, то сейчас уже говорят о 10 тысячах. Причем только микроорганизмов. Вирусы мы просто не трогаем. Вот делаем вид, что пока их вот нет. Хотя вирусов тоже еще больше. Вирусов еще больше. Это такая терра инкогнито получается. Еще не очень-таки познанная Земля. А это космос. Это космос внутри нас. Да? Прекрасно. Я читал, что космос, как мы прекрасно знаем, плотность же у него неравномерная. Есть более плотные участки, есть менее. И наши кишечники тоже. Как я читал, опять же, поправьте меня. Если я не прав, то абсолютное большинство кишечной микробиоты живет в толстом кишечнике, обитает. Это так? Если да, то почему? Потому что наша толстая кишка больше предназначена для обеспечения конечных процессов нашего существования. Но в целом это тоже не очень правильная точка зрения, потому что достаточное количество микроорганизмов живут у нас во рту и обеспечивают нашу жизнедеятельность. В пищеводе чуть поменьше, потому что задача пищевода – это трансплантация. То есть перевод пережеванной пищи в другое совершенно место, где она подвергается перевариванию, в желудок. Там тоже живут микроорганизмы. В желудке около 40-50 видов различных микроорганизмов, несмотря на то, что там кислая среда. Щелочная среда начинается в 12-сперстне кишки, там дальше идет уже тонкая кишка. Она обеспечивает большее всасывание, переваривание, обработку того, что мы проглотили, то, что переварилось в желудке, вот этого гумуса. И там обеспечивается всасывание. Значит, большая часть питательных веществ всасывается в тонкой кишечнике, в тонкой кишке. А то, что не всасывалось в тонкой, всасывается уже в толстой и выводится через толстую кишку. И потом это мы должны естественным путем эвакуировать из себя. Вот как говорит один мой коллега, питерский профессор, выбросьте из себя эту гадость немедленно. Хорошо, понятно. Но вот мы же с вами вначале говорили, что все вообще, все животные и неживые даже, да, содержат эту самую микробиоту. А вот, например, наши ближайшие родственники, ну, грубо говоря, рацион там у шимпанзе или у горилл, и у высших приматов, грубо говоря, примерно похож на наш, конечно, не едят там стейки жареные, но все-таки у них такая же микробиота, как у нас. Или человек, человеческая, она уникальна? В принципе, человеческая уникальна. Это определяет наш с вами биовид. Но эволюция тоже интересна. Ведь знаете, ведь человек исторически появился как травоядное существо. И вот биовид, скажем, тех, ну, скажем, человекоподобных обезьян или других, он и шел по этому пути. Эволюция шла вот этим путем. А дальше мы стали с вами, и мы были, значит, собирателями сначала, а потом мы постепенно превратились в охотников. Да? Так? И тогда уже, значит, вот, помните это, вот, еще со студенческой лета, жрать захочешь, пойдем и в пещеру войдем, хобот маминта вместе жуем. Вот тогда, значит, уже появились вот это вот. А когда? Когда появилось орудие? Когда, значит, кисть человекоподобного существа стала что-то такое держать, а потом появилось орудие труда, а потом орудие убийства. И вот эти орудия убийства, они сейчас, ну, их слишком много, с моей точки зрения. Ну, это безусловно, да. Но в любом случае эта эволюция изменила нашу микрофон. То есть то, какая микробиота у нас была до того, как мы создали каменный чоппер, да, она была скорее похожа на приматов. А теперь она, соответственно, изменится. Она постоянно изменяется. И мы ее изменяем постоянно. Она несколько, то есть она в значительной мере, вот, микробиота современного человека, во-первых, она разная у всех наших. Значит, одна у Москвы, у жителей городов, несколько иная у жителей сел. Там, если мы переедем в другую территорию Российской Федерации, там она уже тоже отличается по своему составу. Значит, если мы вернемся к тому, что вот состав микробиоты каждого из нас, если вот наш кишечный, наш желудочно-кишечный тракт так вот вырезать и развернуть, то он представляет из себя политическую карту мира. Она так вот, каждый вид микроорганизма, он занимает свою территорию. Эти территории либо дружат, либо враждуют между собой. Значит, вот население этих территорий. И, кроме того, это население многослойно. Ну, скажем, разные национальности, они так вот населяют эти площади. А может быть, разные классы? Есть рабочие классы? Я с вами согласен целиком, потому что, значит, существует такое понятие, как «кворум сенсинг». Кворум сенсинг. Это понятие ввел Луи Пастер. Он, когда занимался дрожжами, а мы с вами говорим, что дрожжи – это один из видов микробиоты, значит, он заметил, обратил внимание на их биосоциальное поведение. Вот одна сама по себе дрожжевая клетка, она живет, ну, так скажем, как под микроскопом. Вот она живет сама по себе. Но когда они начинают между собой дружить, то они начинают контактировать с помощью малоизвестных нам контактов. То есть они обмениваются информационными молекулами между собой, и их поведение, вот этой уже дрожжевой массы, определяется как биосоциальное поведение. В переводе с английского «кворум сенсинг» – это чувство кворума. То есть они ведут себя как биосоциальный объект. Примером этого, скажем, вот в макромире может быть, ну, предположим, стаи птиц. Толпа людей! Эффект толпы! В определенной мере, да. Ну, или, скажем, то, что муравьиные гущи, муравьиный пчелиный рой, стаи рыб. Очень интересно, я иногда вот в интернете нахожу, как ведет себя стаи рыб, это очень интересно. Вот так ведут себя микроорганизмы внутри нас. И это представляет из себя биопленку. Кстати говоря, микроорганизмы живут ведь в питательной среде. Это наша слизь, которая покрыта изнутри и изнаружи. Значит, не будем бояться этого выражения. Мы с вами, в принципе, слизняки. То есть мы покрыты слизью изнутри и снаружи. Ну, не такие скользкие, противные. Некоторые, особенно женщины, это обаятельные такие слизняшки. Он чуется. Но это слизь, это их атмосфера, в которой они живут. Это питательная среда. Они выделяют туда продуктивные, они потребляют продуктивные вещества. Но слизь сама по себе является трехслойной. Верхний слой — это то, что защищает слизь от чужеродных микроорганизмов. Ну, то, что мы, скажем, кладем себе в рот грязными руками. Вот я кому бы только не... Вот всем своим слушателям, всем студентам, всем нашим телезрителям не трогайте лицо руками. Не трогайте лицо руками, потому что неизбежно то, что вот оно попадает в рот. А во рту не обязательно... Во рту все обработается. Там есть энзимы, которые обработают это. Вот ненужные нам микроорганизмы. Но они попадут внутрь все равно. Так? Поэтому лучше не трогать. Мы говорим о гигиене вообще. Вот элементарные правила гигиены должны... Руки должны быть чистыми, рот, и глаза, и нос, и уши, все должно быть чистым. Но не перевесердствовать, потому что слишком злоупотребление гигиены приводит к тому, что развивает так называемый дисбиоз. Так вот, в отношении слизи. Значит, верхний слой нас защищает, средний слой генерирует и перерабатывает, а нижний слой — это как раз те микроорганизмы, которые срастились с нашими собственными тканями, с клетками нашего кишечника. Они сращены плотно. Это представляет из себя такой биокомплекс. Поэтому все, что мы с вами проглотили, потребили внутрь, сначала обработалось верхним слоем и отброшено все ненужное. Средний слой все это перерабатывает, превращает в молекулы определенные. Потом нижний слой эти молекулы усваивает, перерабатывает в аминокислоты или в другие. Ну, скажем, микромолекулярные вещества, и это уже всасывается внутрь. И вот то, что всасалось внутрь, поступает, как ни странно, в один орган, в печень. За исключением того, что переработалось в желудке. Вот то, что переработалось в желудке, а в желудке перерабатывается, значит, вода всасывается, этанол, алкоголь. Так, и некоторые соли некоторые, ну, скажем так, хлористый калий там или сульфат, все это всасывается в желудке. Так, а все остальное всасывается в кишке, переработанное в кишке. И вот все это попадает в печень. И вот печень представляет из себя, с моей точки зрения, самый главный орган организма. Мне так представляется. Потому что это даже нашло отражение и, скажем, в лексике. Ну, вот мы говорим о том, что бывают люди бессердечные. Да? Конечно. Бессердечные, да? Или безмозглые. Значит, с эволюционной точки зрения, эти органы нужны, но они, так сказать, обеспечивают определенную функцию реализации. А вот беспеченочных нет у нас людей. Есть беспечные, да? Есть обеспеченные. Был Антон Павлович Чехов, у него один из псевдонимов, человек без селезенки. Ну, селезенка, селезенка утилизирует все ненужное. Ну, в принципе, без селезенки тоже жить можно. Так, без селезенки... Вы уже сказали, что, например, люди в Москве, да, или в селах, у них будет разный микробиом в других регионах. А, например, пол, возраст, социальный статус, активность в движении – это все влияет. Грубо говоря, у, например, там, подростков примерно похожее, если они, там, в одной школе учатся, на ванном классе, а, например, у бабушки этого мальчика будет другая микробиота. Или из-за того, что они едят вместе в одном доме, в одной семье, скорее у бабушки и у мальчиков будет похожая микробиота, чем у его одноклассников? В определенной мере будет она похожа, но состав микробиота эволюционирует в зависимости от стадии человеческой жизни. Прежде всего, мы с вами четко должны себе представить, что микробиота человека... Во-первых, человек нестерилен. Это заблуждение, которое популяризировалось много десятилетий, и, в конце концов, наконец-то мы поняли, что мы нестерилен. Потому что и в плаценте есть микроорганизмы, и в крови они тоже, и в лимфе они тоже... И про лимфу мы вообще очень мало знаем. Так, и, значит, когда появляется зародок человека, так или иначе проступает кровь, и через плаценту тоже поступают микроорганизмы, но они не становятся инфекционными, они циркулируют просто в этой крови. Другой вопрос... Да, и, скажем, околоплодная жидкость, она тоже... Там тоже есть микроорганизмы. Но вопрос вот в чем. Когда... Вопрос о способе родоразрешения. Если родоразрешение осуществляется естественным путем, и человеческий плод проходит через естественные родовые пути, то он колонизируется микроорганизмами мамы. То, что находится в ее родовых путях микроорганизмы. Они колонизируют этого человечка, и они обеспечивают его жизнедеятельность, потому что они обеспечивают его иммунную защиту. Значит, мама обеспечивает его иммунную защиту. Потом первое подношение ребенка к соскам мамы и первые глотки ее молока обеспечивают его иммунитет, потому что в материнском молоке содержатся микроорганизмы, бифидобактерии, которые обеспечивают иммунитет этого человечка. — Я был рожден с помощью кесарево сечения и был вскормлен на смеси. Получается, у меня не было ни микробиоты моей матери, ни иммунитета? — Да. Вы получили это другим путем. — А это плохо, если этого не бывает? — Вы знаете, что я уже не очень молодой человек, и я уже понял, что рассуждать категориями хорошо и плохо неправильно. Но что замечено, что дети матерей, которые были разрешены с помощью кесарево сечения, заболевают и стареют раньше. И они раньше превращаются в таких упитанных младенцев, страдающих метаболическим синдромом, потому что они получили микробиоты из других источников. Если вы бывали за рубежом, то обратили внимание, наверное, на то, что детишки вот в аэропортах, они брошены, казалось, они ползают по полу, они все так... Этим самым они зарабатывают себе надежный иммунитет. — Если твой ребенок есть из миски кота, это проблемы кота, а не ребенка. — Да, так. И еще одна вещь. Значит, мои коллеги настоятельно рекомендуют людям, живущим в сельской местности, заниматься земляными работами, в том числе и без перчаток, потому что мы получаем микробиоты из почвы, и тем самым мы повышаем свой иммунитет. — Мы знакомимся с другими, получаем другие... — Да, 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 мы получаем как раз то, что мы из земли вышли, мы как раз получаем эти микробиоты из земли. — Ну, мы же меняем, вот мы же говорили про изменение рациона, да? То есть понятно, что с точки зрения эволюции, когда мы стали плотоядными, начали охотиться, у нас изменилось микробиоты. Потом долгое время мы, в принципе, рацион питания человека до 20-го столетия не слишком-то сильно и изменялся. Но тут все меняется, когда приходят они. — Но тут научно-техническая революция. Так, научно-техническая революция. Значит, в отношении фастфуда. Ну, как-то раз я принимал участие в одной передаче и говорил о том, что, значит, вот газированные напитки, сладкие, я не буду называть какие, да, они не рекомендованы, значит, мне позвонила уважаемая компания и стала говорить, что я наношу им, пытаюсь принести им что-то такое, какой-то вред. — Вред. — Так, поэтому я не называю никаких напитков, но говорят, что это вредно. То же самое, фастфуд вреден, потому что мы там получаем другие жиры и слишком много сахара. И, кроме того, это все обработано технологическим путем. И существует непреложная истина, на которую я разделяю. Современная пищевая промышленность представляет из себя не кухню, а химическую лабораторию. — Она уже представляет. И мы уже, вот многие из нас, ну, мы едим постоянно это. Как это меняет и влияет на нашу микрофлору? — Полностью, оно полностью изменяет микробиоты. Оно полностью изменяет нашу микробиоту. И пример тому многочисленные болезни, которые мы приобретаем. Современный человек представляет из себя такое коморбидное существо. Значит, коморбидность — это вот множество-множество болезней в разных фазах и стадиях своего развития. И все это обусловлено тем, что наши микробиоты изменят. Ну, во-первых, значит, мы не будем говорить об инфекционных болезнях. Это совсем другое, хотя у меня это сейчас вызывает много вопросов. Но мы с вами постоянно обмениваемся микробиотами. Через рукопожатие, через контакты. Так мы все это получаем внутрь. И как всякое микроорганизм, как всякое другое иное биологическое существо, они воздействуют друг на друга. Неизбежно совершенно. Неизбежно. И мы получаем уже генетически другой состав микробиоты. А то, что происходило у нас внутри, это не подвергается никаким корректирующим моментам. И вот вы обратили внимание на то, что все больше и больше появляется людей с избыточной массой тела. У них уже другая микробиота. И они не заражают. Они колонизируют друг друга эти измененные микробиоты. Ожирение условно заразное. Я читал об этом как раз. Мы не будем говорить об инфекционных, а заразных болезнях. Иначе мы придем к неправильной совершенно трактовке. Я сейчас собираюсь поднять этот вопрос с инфекционистами и неинфекционистами. Но мы неизбежно колонизируем друг друга микробиоты, геном, который изменен уже. И мы его исторически начали менять, когда стали поедать мясо. Он уже другой. А сейчас мы с вами поедаем фастфуд. И это все изменяет наш внутренний состав микробиота, наш, скажем, условно говоря, внутренний мир. Но ведь то, что мы стали есть мясо, изменило нас к лучшему. Согласитесь, стейки – это не так, так и плохо. Мясо. Какое мясо? Так, одно дело, мы едим мясо диких животных, или животных, которые, ну, наверное, все-таки диких. А другое дело, мы едим с вами мясо животных, которые вскормлены на гормонах, на, значит, всяких токсических веществах, которые уничтожают, ну, скажем, ненужные растения. Я просто забыл, как это называется, да. То есть мы с вами употребляем мясо животных, которые выращены в сельском хозяйстве. А прежде всего, это гормоны, значит, антисептики, там, ну, в общем, то, что не нужно для того, чтобы это животное росло быстрее и жирело. И мы это с вами употребляем внутрь. Тема микробиоты кишечника показалась нам слишком уж важной и интересной, чтобы ограничивать ее только одним выпуском. Именно поэтому мы продолжим ее и в следующей программе. Обязательно посмотрите ее, и вы узнаете, как антибиотики влияют на наш микробиом, и причем здесь ядерная бомба. Что такое постбиотики и психобиотики? Как Александр Флеминг наказал своих ассистентов за лень? За что весь мир должен быть благодарен одному, болгарскому поручику? И правда ли, что алкогольная зависимость начинается не в голове, а в кишечнике? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова